В небе над Рязани, у которой день, можно наблюдать истребители, бомбардировщики, а также легендарные вертолеты. Элит авиации собралась здесь, чтобы выяснить, кто из виртуозов точнее, а кто из асов стремительнее. Судьи внимательно наблюдают из рубки за тем, как экипажи выполняют задачу уничтожения наземных целей. У каждого экипажа есть свое время удара. Судейская бригада, имея секундомер и время со спутника, они проверяют, вовремя ли был нанесен удар или нет. Если было расхождение, за это снижаются очки. Сегодня на полигоне в Дубровичах финальный этап соревнований «Боевое применение». Экипажи штурмовой, бомбардировочной, дальней и армейской авиации отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям. А летчики военно-транспортной авиации выполнили практическое десантирование грузов на точность приземления. В предыдущие дни участники конкурса выполняли задачи воздушной навигации, техники пилотирования, визуальной разведки и сдавали нормативы физподготовки. В этом году к привычным задачам добавились и новые. Мы вводим новый этап для боевых транспортных вертолетов. Ми-8 – это поиск и спасение терпящих бедствия. В зоне разведки развернуты судейские бригады по визуальному поиску и радиопоиску мест, откуда нужно будет эвакуировать экипажи. Для этого были созданы манекены весом 70 кг. Всероссийский этап конкурса будет проходить до 11 июля. Помимо аэродрома в Рязанской области, полигоны в Дубровичах задействованы аэродромы в Калужской и Брянской областях. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».